На канале RTVI новости продолжаем выпуск. Борьба с терроризмом, проблемы иммиграции и угроза со стороны России – главная тема встречи лидеров стран НАТО, которая открылась сегодня в Брюсселе. С особым нетерпением в Бельгии ждали Дональда Трампа. Это его первый визит в Европу в качестве президента США. К тому же Трамп еще до выборов жестко критиковал Североатлантический альянс и обвинял организацию в неэффективности. Но сегодня от хозяина Белого дома ждали предложений о будущем НАТО. Не обошлось и без курьезов. На глазах у десятков журналистов и операторов президент США оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы попасть в первый ряд на групповой фотографии. Из Брюсселя репортаж нашего корреспондента Константина Гальденсвайга. Лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы» этим вечером получает наглядную иллюстрацию. Над Брюсселем в честь исторической встречи проносится авиация стран НАТО. Перед летчиками открывается почти военный вид. Главы без малого 30 стран в зачищенном городе, в окружении полиции, спецслужб, вертолетов и тщательно просеянных групп журналистов, которых еще на дальних подступах разве что не заставляют раздеться. Марши несогласных на сегодня тоже отменяются. При таком уровне безопасности заглянуть за кулисы переговоров невозможно, но на сей раз и не нужно. Официально это блиц-встреча, не саммит, а реально, скорее, смотрины. Смотрят за каждым жестом главного гостя, еще недавно называвшего военный альянс устаревшим, теперь же признающего необходимость НАТО. Это ведь именно страны альянса, говорит сегодня сам Трамп, пришли США на помощь после трагедии 11 сентября. Теперь к угрозе терроризма добавились новые, говорит президент, вспоминая впервые, недобрым словом, Москву. Мы должны быть жесткими, сильными и бдительными. НАТО должно обратить внимание на борьбу с терроризмом, на проблемы иммиграции, на угрозу со стороны России, а также у южно-восточных границ НАТО. Именно эти проблемы беспокоят нас больше всего. Символика в каждом кадре. У новой штаб-квартиры НАТО при ее стройке под землей нашли снаряды Второй мировой, над землей очертания скрещенных пальцев. Союзники заодно. За свободный мир, по версии Ангелы Меркель, привезший с собой кусок берлинской стены, но против терроризма и бесконтрольной миграции, словно спорит с ней Трамп. О его видении теперь будет напоминать фрагмент одной из взорванных в Нью-Йорке башен-близнецов. Почти в память десятков погибших в Манчестере, он тут же переходит к миллиардам долларов и еще живым налогоплательщикам США. Им надоело платить по военным счетам европейцев. И это, то есть увеличение оборонных расходов Европы, становится главной темой. Ведь одна из причин, по которой мы вкладываем больше денег в коллективную оборону и наращиваем присутствие на восточных рубежах Альянса, это защита восточных членов Альянса и, разумеется, ответ на агрессивные действия России в Украине. Вашингтон и прежде от каждого члена НАТО требовал довести оборонный бюджет до 2% от совокупного. Предвыборные Франция и Германия до последнего вяло сопротивлялись. Но и этих денег, предупреждает теперь Трамп, будет, видимо, мало. С ним договариваются заново и обо всем. Отныне каждая из стран-членов НАТО должна будет по итогам года предоставлять сюда, в Брюссельскую штаб-квартиру, отчет о своем вкладе в общую оборону. В финансовом, сколько денег в общий котел вложили, в техническом, что модернизировали, и в военном, в каких боевых миссиях участвовали. О первой совместной уже договорились, это будет Сирия. По отдельности страны НАТО и без того помогали коалиции во главе США. Теперь же выступят единым фронтом, прежде всего политическим. Это в никакой смысле не означает, что НАТО будет участвовать в боевых операциях. Это вообще на поездке дня в никаком смысле не стоит, и никакого даже такого предложения нет. Тем временем у Трампа, что не встреча в столице ЕС, то непростое знакомство. Здесь не забыли его прежние нападки в адрес Евросоюза и отзывы о Брюсселе. Я в Брюсселе был давно, лет 20 назад. Такой красивый город был, такой красивый. Но сейчас жить там все равно, что поселиться в какой-то адской дыре. Теперь для Трампа, признается он, большая честь быть здесь. Разрядить обстановку в адской дыре пытаются сначала бельгийский король, на встрече с монаршей Читой, Миланья и Дональд, в который раз держатся порознь друг от друга. Потом Туск и Юнкер в шутливой форме объясняют новичку Трампу устройство Евросоюза. У вас в США один президент, у нас два. Трамп по итогам встречи улыбается, а вот два президента не очень. По моим ощущениям, у нас есть согласие по многим темам и прежде всего в плане борьбы с терроризмом. Уверен, что не нужно объяснять почему. Но некоторые вопросы остаются открытыми, вопросы климата, торговли. И я не уверен, что мы, то есть президент Трамп и я, на 100% можем утверждать сегодня, что представляем общую позицию по отношению к России. С Дональдом Трампом впервые встречается и новоизбранный Эммануэль Макрон. По слухам, Париж на днях принимающий Владимира Путина готов выступить в роли посредника для выработки, цитата, «единой дорожной карты по Сирии». Тем временем по штат-квартире НАТО экскурсию президенту устраивает генсек альянса Столтенберг. На фоне невозмутимого Трампа почти гид-аниматор. Здание впечатляет не только бюджетом свыше миллиарда евро, но и вниманию к защите климата. Добиться этого внимания от Трампа в Брюсселе пытаются и активисты Гринписа, и тысячи протестующих. Президент обещал подумать. О достигнутых военных договоренностях лидеры в ближайшие минуты расскажут на итоговых пресс-конференциях. Константин Гринсвак, Илья Леметов, Яна Карпова, RTVI, Брюссель.